Музыка Эта земля подарила немало достойных сыновей казахскому народу. Уже в середине 19 века в этом регионе Казахстана шло активное развитие промышленности и сельского хозяйства. Здесь сохранились древние ремесла, которые передавались из поколения в поколение на протяжении многих веков. Здравствуйте, это проект Terra Incognita. Меня зовут Антон Федоров и я приехал в Костанайскую область. Костанайская область была образована в 1936 году. Территория этого региона в два раза превышает размеры такой страны, как Венгрия и составляет 196 тысяч квадратных километров. В области насчитывается около 5000 озер, преимущественно пресных, что составляет третью часть всех озер Казахстана. Красивы и разнообразны природные ландшафты региона, лесостепи, степи, пустыни и полупустыни. На территории Костанайской области известно около 1500 археологических памятников, древнейшему из которых, по подсчетам историков, около 7000 лет. О древней истории этого края я расскажу вам чуть позже. Сейчас же хочу остановиться на административном центре региона, в городе Костанай. Его образовали переселенцы, которые полтора века назад, по приказу российского императора Александра, прибыли сюда для создания населенных пунктов, которые бы служили мостами между Азией и Россией. Таким мостом и стал Костанай. История Костаная уходит в 1868 год. В то время возникла необходимость создания на этом месте крупного промышленного и производственного центра. Сюда приехали переселенцы и обосновали здесь населенный пункт. Город сразу начал активно развиваться и уже в начале 20 века стал крупным торговым центром региона. В исторических источниках описывается Костанай начала прошлого столетия. В городе уже были школы, магазины, центральный рынок. Население Костаная превышало 25 тысяч человек. Город был многонациональным. Здесь жили бок о бок казахи и русские, бухарцы и поляки, башкиры и татары, а также другие народы. Здесь сходились многие караванные пути, работали ремесленники, процветала предпринимательская прослойка населения, а местные ярмарки были известны на весь Урал. Богатели и горожане, развивался город, росли дома купцов. К слову, роскошные жилища местных богатеев верно служат Костанаю до сих пор. Здание Костанайского областного историко-краеведческого музея – это памятник архитектуры конца 19-го, начала 20-го веков. Изначально этот дом принадлежал братьям Яушевым. Здесь находились торговые ряды и складские помещения. Интересен тот факт, что уже тогда архитекторы использовали новые веяния при строительстве и проектировке зданий. И поэтому, будучи представителями продвинутой части населения, братья Яушевы решили построить этот дом в стиле модерн. В 1915 году он был передан областному музею. В этом музее собраны интересные экспонаты и предметы истории разных периодов жизни области. Есть среди них и уникальные вещи, которые были свидетелями важнейших событий, происходивших на этой земле сотни лет назад. В фондовых коллекциях музея находится более 130 тысяч музейных предметов. Одним из уникальных предметов еще со времен Джангарской битвы в экспозиции представлен шлем Айдбая Батыры, выдающегося полководца, участника Джангарской битвы. Его нам передал потомок в шестом поколении из цары Коля. Эта реликвия передавалась из поколения в поколение. Шлему более 300 лет, 18 век. Всего за 70 лет с самого первого дня образования Костаная, когда на этой земле не было вообще ничего, в городе появился крупный комбинат по добыче золота. Основной отраслью промышленности региона стала мукомольная. В тот период в Костанайской области работали более 500 ветряных и механических мельниц. Значительную роль в экономике края играли лесопильный завод, механическая мастерская по ремонту сельхозтехники, кирпичный завод, мясокомбинат, типография и электростанция. Имелись 12 промысловых артелей, множество деревообрабатывающих, швейных, кондитерских, обувных, химических и гончарных цехов. Наш город по числу жителей, по благоустройству, по стремительному росту опережал многие города Северного Казахстана и даже российских губерний. Наш город Костанай сравнивали с американским городом Чикаго. По огромному росту по числу жителей, по благоустройству, что он стремительно развивался, развивалась промышленность, торговля. Есть в истории Костанайской области страницы особой гордости. В годы Второй мировой войны мирное население региона, а это были в основном женщины, старики и подростки, трудилось по 16 часов в сутки, чтобы отправить на поля сражений хлеб, мясо и масло. Особое место в коллекции музея занимает зал боевой славы жителей Костанайской области, участвовавших во Второй мировой войне. Из этого региона на фронт ушли 70 тысяч человек, и половина из них не вернулась домой. Эти люди внесли огромный вклад в общее дело победы, и костанайцы очень гордятся подвигом своих предков. И гордиться есть чем. Зимой 1941 года в Костанайе была сформирована отдельная стрелковая бригада, получившая боевое крещение в изматывающих оборонительных и наступательных боях на Северо-Западном фронте. В сентябре 1943 года на ее базе была сформирована 150-я стрелковая дивизия, которая освобождала от нацистов Прибалтику и участвовала в битве за Берлин. Продолжая знакомство с историей Костанайской области, в музее я наткнулся на любопытный экспонат. Мое внимание привлекли ювелирные изделия местных мастеров. Меня всегда интересовали древние ремесла, особенно если речь шла именно о ручном труде. Казахские ювелирные украшения – яркое наследие талантливых мастеров прошлого и современности. Казахское народное ювелирное искусство занимает особое место в истории национальной культуры. Его истоки уходят вглубь веков. Я всегда задавался вопросом, как мастер, 100-200 лет назад, не имея современных подручных средств и инструментов, мог создавать такие уникальные предметы. Особое место в культуре казахского народа занимает ювелирное искусство. Здесь представлена коллекция ювелирных украшений. Представлена она накосными, нагрудными и наручными женскими украшениями. Наш регион славился ремеслами мастера-зергеры. Ювелиры работали индивидуально, передавали свое мастерство из поколения в поколение. Здесь представлены украшения для головного убора уки-аяк. Они уникальны тем, что в серебро были вправлены когти филина. Когти филина считались священной птицей у народов, защищала от злых духов. Костанайская область всегда славилась своими ремесленниками. Здешние мастера изготавливали из дерева, кожи и камня посуду, предметы быта, которые пользовались спросом далеко за пределами региона. И сейчас я хочу вас познакомить с одним из продолжателей древних традиций. В небольшой мастерской, почти на окраине Костаная, трудится Танаткан Божаков. В его руках обычное дерево превращается в настоящие предметы искусства. Танаткан Божаков известен не только в своем регионе, но и далеко за его пределами. Работы мастера неоднократно были представлены на казахстанских и международных выставках. С детства увлекаясь резьбой по дереву, отец у нас, мессиатский кузнец, ремесленник. Он и шорник, и ювелир, и обувщик. В течение, наверное, 40 лет я занимаюсь. Последние 20 лет я вообще в деревне-то много времени не был. Вот переехал в 99-м году в город, и вот с тех пор у меня как прорвал это. Ну, нравится. Занимаюсь в последнее время. У нас пошел спрос на деревянную посуду национальную. Это табаки круглые, асталу. Своя технология этих вещей. Мы его производим, ну, я делаю его с березой, и березу надо тщательно подбирать. От земли полтора метра, выше нельзя. Второй, третий срез. В березах очень хорошее дерево, высушенная естественная сушка, больше года я сушу и вырезаю. Я занимаюсь с утра до вечера, по 10-12 часов, я не замечаю время, которое здесь прилетает. На работу Танаткана Бужакова можно смотреть бесконечно. Появляется ощущение, будто мастер ведет с деревом диалог. Основной инструмент в руках ремесленника – нож. Мастер признается, что самый длительный период в создании любого изделия – подготовка дерева. Оно должно быть вымочено, а потом высушено. Этот процесс занимает несколько месяцев. Зато потом дерево легко поддается обработке. Дерево, оно само подсказывает, что делать и как делать. Понимаете, здесь иной раз, когда берешь и даже не знаешь, что ты из него будешь делать, оно само потом выходит. Те же кружки пивные, те же ковши для кумыса, те же астау. Ну, конечно, ты с душой делаешь. Дерево, оно теплое и приятно, когда вот сейчас я в данный момент отполирую. Даже тяжело поверить, что это был кусок дерева какой-то. Сейчас оно отполировано, как пластик. До такой степени обрабатываешь его. Это для того, чтобы потом можно было пропитать. Чем тщательно обработано дерево, вот именно посуда, я пропитываю льняным маслом, специально очищенным, который не имеет ни запаха, ни вкуса. Конечно, глядя на ювелирную работу мастера, я тоже захотел прикоснуться к древнему ремеслу и попробовать сделать что-то своими руками. А это что вы сейчас вырисовываете? Ну, это вот такая ложка. И мне предстоит ее сделать. Ну, попробуйте. Вообще, я вам скажу, что журналист должен быть универсальным человеком. Мы должны уметь делать все. Ну, конечно. От того, что умеет, никогда плохо не будет. Вот, допустим, вот такой вот формы. Это сам упрощенный. Так, и как этим предметом работать? Сейчас я вам покажу. Давайте сначала возьмем... Сначала вот такой нож косяк. Сейчас надо потихоньку вырезать сам контур. Видите? Если даже обратите внимание, у меня все ножи сделаны под один манер в ручке. Вот под мою руку. Вот таким образом. Но будьте очень осторожны, потому что ножи как лезвие. Хорошо, спасибо. Буду пробовать. Попробуйте. Я думаю, несколько месяцев тренировок я бы тоже кое-чему научился здесь. Действительно, материал с материалом работает очень легко. Нож отрезает словно от сыра куски дерева. И для чего именно? На данный момент... Ага, ну вот, что у меня получилось. Ну, типа формы, но его ровнять надо. Тренировка должна быть. Любой инструмент, который ты пытаешься что-то делать, у него свой подход есть. Видите, я сейчас работаю одним пальцем. Вот этим указательным пальцем я просто толкаю. Это безопасность, во-первых. И, во-первых, точно идет срез. Лище ты уже не отрежешь, потому что идет контроль этого ножа. Ну, знаете, это традиция испокон веков, с поколения в поколение передавалась. Я думаю, что это будет неправильно, если мы забудем. Мы же и так чуть не забыли. Это вот сейчас возрождается это все. Дело в том, что у нас, у казахов, особенности, не было же фарфора. Мы пользовались в основном медной посудой и пользовались деревянной посудой. Даже те вещи, которые сейчас я делаю, некоторые спрашивают, я делаю ковш с кольцом. Почему с кольцом? Потому что не было шкафов, ничего. Вот юрта и там сучок, они это вешали, чтобы висело прослушивалось. Я думаю, что пришло время, надо возрождать. Есть спрос, есть желание учиться. И показывать надо поколение, понимаете? Это же время такое, что надо возрождать сейчас. Ну, спасибо вам за мастер-класс, Аннатон. Ну, вот. Примерная форма ложки. Пусть всегда у вас будет полный дом. Да. Неделю поработать можно научиться. Спасибо. Рафметана. Костанайская область подарила немало достойных сыновей казахскому народу. Но одно имя вызывает особую гордость у жителей региона. Их земляк стал основоположником казахской письменной литературы и просветителем, сделавшим образование доступным для всех слоев населения. Его имя – Ибрай Алтынсарин. Понимая масштаб личности Ибрай Алтынсарина, задаешься вопросом, как этому человеку удалось совершить такое великое дело. Ведь судьба с детства не баловала маленького Ибрая. Рано он стал сиротой, на воспитание его взял дед. Когда внуку исполнилось 9 лет, Аксакал отправил его получать образование. Школа-интернат предназначалась для воспитания чиновников низшего звена из местного населения, которые бы владели русским языком и были приверженцами царизма. Однако образование дало юному Ибраю другое понимание мира и приблизило к собственному народу и проблемам его будущего. Ибрай Алтынсарин поставил перед собой задачу – это поднять уровень просвещения своего народа. И основным долгом он считал, долг каждого человека – это внести лепту для своей родины. И основное внимание Ибрай Алтынсарин продавал не только образовательному процессу, но и трудовому воспитанию. И в 1883 году Тургайе он открывает ремесленное училище. Однако преподавательская деятельность молодого учителя сопровождалась множеством сложностей. Ему буквально самому приходилось решать не только образовательные вопросы, но и хозяйственные. Финансирование, организация строительства, подбор кадров, создание учебных материалов и просветительская работа – все это легло на плечи молодого парня. И подчас обучение он проводил в очень сложных условиях. Примерно вот в таких помещениях Ибрай Алтынсарин начинал давать знания своим ученикам. Это были небольшие классы, и количество учащихся не превышало 10-12 человек. И все же, одержимый желанием поделиться знаниями, передать их молодому поколению своего народа, Ибрай Алтынсарин выводит систему образования на совершенно новый уровень. Кроме теоретических знаний, он дает своим ученикам навыки различных профессий, и это приносит плоды. Ибрай Алтынсарин получает письмо от директора этого профессионально-технического училища. Кожи, выделенные вашим учеником, были одобрены на Сибирско-Уральской выставке. Мыло, сваренное вашими учениками, предпочитается местными хозяйками, чем вырабатывает наш частный завод. Также масло с битыми вашими учениками было настолько прочным, что выдержали почтовую пересылку в Санкт-Петербург. Ибрай Алтынсарин был настолько многосторонним человеком, что не ограничивался лишь преподавательской деятельностью. Он сам разрабатывал и писал учебники. Ради казахских детей он занимался переводами российских литературных произведений. Кроме того, Алтынсарина знают как автора многочисленных басен, сказок и рассказов. Открывая школы, Ибрай Алтынсарин обязательно снабжал их учебниками, эти школы учениками. И в открытых школах даже Ибрай Алтынсарин всегда сам давал первые уроки. Мечта Ибрай Алтынсарина, нашего земляка, первого учителя, учителя из учителей сбылась. Потому что сейчас имеются все возможности для детей получить образование. Ибрай Алтынсарин внес неоценимый вклад в развитие и образование своего народа. Он переводил произведения классиков мировой литературы на казахский язык, чтобы сделать их доступными для всех слоев населения. За свою сравнительно короткую жизнь, а умер он в 48 лет, Ибрай Алтынсарин сумел вписать свое имя в историю мирового образования и дать людям самое главное – это знание и надежду на будущее. Узнав о жизни, биографии, трудовой деятельности Ибрай Алтынсарина, я в очередной раз убедился, что перед человеком нет невыполнимой задачи, если он усердно трудится и, несмотря на сложности, идет к своей цели. Я хочу познакомить вас с женщиной, которая живет в Костанае, и лично у меня ее жизненный путь вызывает глубокое уважение и восхищение. Эту женщину, которая изящно танцует, даже будучи в инвалидном кресле, зовут Аруна. Ее жизненная история вполне может стать основой для сценария драматического фильма. До 17 лет она росла, как все нормальные дети, но в этом возрасте Аруна получила травму позвоночника, после чего уже никогда не могла ходить. Длительные курсы по реабилитации, всевозможные методики лечения не принесли результатов. Девушке пришлось учиться жить заново. Долгие годы Аруна не могла привыкнуть к мысли, что уже никогда не сможет ходить. Что пришлось пережить этой женщине, даже сказать трудно. Но в один из дней она решила, во что бы то ни стало, быть счастливой. И сегодня ее жизни может позавидовать даже абсолютно здоровый человек. Свое предназначение Аруна нашла в помощи людям с ограниченными возможностями. Своими силами вместе с супругом они открыли реабилитационный центр для тех, кому нужна помощь. Вот у нас здесь находится тренажерный зал. Здесь наши люди с инвалидностью приезжают и целый день находятся здесь с утра и до вечера, пока работает инвотакси. Вот здесь у нас масса кружков спортивных. Аруна, я посмотрю, у вас столько медалей. Да. Пожалуйста, это что за достижения такие у вас? Это медали чисто командные. То, что в личностном, это у каждого дома хранится в арсенале. Это командные выступления, сидячий волейбол, это вот настольный теннис, когда вот наши команды выезжают на спортивные мероприятия, уже сборная наша. И они уже выступают в общих командном составе. При общественном фонде УМИД «Надежда», который возглавляет Аруна Жаксагулова, действует реабилитационный центр, в котором люди с ограниченными возможностями могут получить всестороннюю помощь. Здесь оборудован спортивный зал, медицинский кабинет, образовательный класс, комната прикладного мастерства. Но самое главное, говорит женщина, это психологическая помощь человеку, оказавшемуся один на один с проблемой. В центре люди не чувствуют себя одинокими, и это во многом помогает им снова вернуться к жизни. В свое время мои родители, они сделали подобный центр у меня дома. И они старались, чтобы я восстановилась как можно быстрее, и стала ходить, ждали улучшений. Поэтому у меня была такая поддержка. Когда я еще съездила дополнительно на стажировку в Японию, там, в Штаты, и другие страны, в Центральной Азии, то я уже приехала и думаю, нам нужно открывать такой центр. Потому что не у каждого человека, оказавшегося в такой жизненной ситуации, могут быть родные. Кто-то может... Может, родителей нету. Или не у всех есть такие хорошие друзья, которые поддерживают. Есть одинокие люди. Поэтому... А у некоторых просто и психологическая атмосфера, что и родные переживают, и сам человек. Поэтому вот такая потребность в открытии такого центра, она мысленно у нас появилась. Для многих членов общественного обвинения сама Аруна является ярким примером. Она ведет очень активный образ жизни. Участвовала в пробеге инвалидов-колясочников, играет в керлинг, занимается бальными танцами и реализуется еще во многих направлениях. Женщина признается, что свое мировоззрение она поменяла сама. И этому же она учит других быть сильными и любить жизнь. Я совершенно здоровый человек. Вчера бегала, все четко знала, в каком направлении двигаться. И в один миг со мной случилась вот эта травма, в результате которой я уже встать не смогла. Поэтому я воспринимаю этот мир глазами совершенно здорового человека и глазами уже человека, который попал в такую ситуацию. Когда есть такой центр, человек приходит, ему никто не учит нравоучений, ему никто не говорит, ты должен вот так вот, вот так вот, вот так и делать. Он приходит и он видит, слушайте, а такие танцоры, он видит своими глазами там танцуют мастера спорта международного класса и республики Казахстана и так далее. Он видит теннисистов, он видит общественников, которые выступают в трибун. И уже в реалиях люди уже видят, что слушайте, а ведь у этого человека ситуация намного сложнее, чем у меня. И он нашел себя, и он заканчивает второе высшее образование, и он уже работает, он востребован, у него семья. Почему я-то раскисаю? И вот это как раз помогает человеку как-то встряхнуться и двигаться дальше. Самым главным вдохновителем на все начинания Аруна считает своего супруга. Вместе с Диссюингали они живут уже более 20 лет. И для них помощь людям с ограниченными возможностями стала делом всей жизни. Вот когда они приходят, а потом через какое-то время мы уже видим совершенно другого человека, который, у него уже начинают гореть глаза, и он четко знает, что он хочет в жизни добиться. И таким образом вот наша миссия. Если мы видим, что человек не потерялся, не застрял на каком-то этапе и движется выше и выше, достигает определенных успехов, в этом и заключается наша миссия. КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ в одном из самых красивых мест региона. В 50 километрах от Костаная находится удивительное по своей природной красоте место Сосновый Бор. Этот лесной массив протянулся на 45 километров. Здесь находятся несколько озер, вода в которых богата кремниевой кислотой. И считается, что грязь из этих водоемов имеет целебные свойства. Еще с советских времен это место было очень популярным для отдыха и лечения. Во второй половине прошлого века ученые проводили здесь исследование озера, наполненного минеральной водой. И именно тогда были выявлены ее чудодейственные свойства. Здесь же были обнаружены гигантские запасы подземных минеральных вод. С тех пор люди приезжают сюда, чтобы улучшить здоровье и просто полюбоваться здешними природными красотами. Считается, что хвойная терапия один из самых лучших способов борьбы с различными болезнями. Подсчитано, что в одном кубическом метре хвойного леса содержится не более 300 бактерий. То есть воздух здесь практически стерилен. Его очищение в сосновом бору происходит благодаря летучим веществам, которые рассеивает сосна. Кроме того, эфирные масла сосны окисляясь кислородом выделяют озон, обладающий целебными свойствами. Особенно полезен уникальный сосновый воздух людям, имеющим различные заболевания дыхательных путей, вплоть до туберкулеза легких. Можно сказать, что сосновый бор является своего рода гигантским естественным ингалятором. И находится это восхитительное место всего в 30 минутах езды от Костаная. За несколько дней знакомства с Костанайской областью я узнал интересную историю этого региона, познакомился с древними ремеслами и насладился неповторимой красотой этого края. Заходите сделать то же самое? Добро пожаловать! Не пожалеете! Это был проект Terra Incognita. Меня зовут Антон Федоров и увидимся с вами в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин